для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео приветствую вас и в этом ролике я хотел бы рассказать о том чем мы владеем и что мы можем предложить чтобы вы узнали все состояние вашего организма вплоть до молекулярных процессов оставайтесь с нами пожалуйста до конца видео чтобы не пропустить ничего важного все бедные исследования условно можно разделить на структурные и функциональные к структурным методам относятся те методы которые изучают структуру органов его положение его формы его размеры это классический пример ультразвуковое исследование компьютерная томография магнитно-резонансная томография рентгенографии обычной маммографии огромное количество исследований те исследования которые позволяют заглянуть внутрь органа и узнаете его функциональную активность и методы функциональной диагностики но классическим Примером, например, в нашей среде является метод позитронно-эмиссионной томографии, которая сегодня очень популярна и набирает оборону. Самая большая информация, реальная, big data, это то, что называется радиология, то есть информация имейджинговая, то есть информация, которая дает представление о всем телеорганизме и конкретных учегах. Информация дается вместе с контрастированием, например, подсвечиванием. Это не будет много исследований, это будет 2-3, ну максимум 4 исследования, которые дадут первую верстку, которые дадут первое понимание того, вообще, насколько проблема существует, насколько она серьезна, и какие дальнейшие шаги для разбирательства в том или ином направлении. Опять же, любой патологический процесс может быть опасным для здоровья, может быть безобидным для здоровья, может быть первичным, а может быть вторичным. Если мы не попадаем в цель, если мы не находим первопричину панкреатита, например, как вторичное по отношению, например, к проблемам желудочно-кишечного тракта, то мы и лечим вторичную причину, и она прогрессирует, потому что первая причина не искорена. И это главная задача для поиска целевых источников проблемы, эпицентров событий, а не вторичных событий, которые развиваются вокруг них. Мы хотим применять наши технологии, наши наработки на максимальное количество пациентов, в них нуждающимся. Поэтому сегодня двери наши открыты, как никогда. В нашем центре накоплен огромный опыт в диагностике, и прежде всего методов молекулярной диагностики и гибридной диагностики. И сегодня мы хотим предложить наши достижения вам. Чтобы записаться на консультацию в наш центр, вы можете нажать ссылочку под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!